Долго, слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы, они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать или расширять, понимаете? Им нужно понять, сколько военное ведомство закажет, сколько гражданских судов будет заказано. Нет заказа даже на 23-й год. У некоторых предприятий. У нас по всем предприятиям на этот год и Министерство обороны подтвердило количество. Более того, как я вам докладывал, были взяты кредиты предприятиями вертолетов России, в первую очередь, это речь идет о вертолетах, для того, чтобы запустить всю кооперацию и второго, и третьего, и четвертого уровня. Это у нас мощности все сверстаны и по текущему, и по следующему году. Денис Валентинович, пока нет паспортов, о которых вы сами сказали, а их нет, и нет твердых контрактов, у них нет понимания того, что они будут делать, должны будут делать. Долго, слишком долго. Пожалуйста, я вас прошу ускорить эту работу. Но нет, на предприятиях нет контрактов на 23-й год. Понимаете, что вы там говорите. Паспортов вы сами сказали нет. Ну, когда они будут? И контрактов нет пока. Денис Валентинович, у нас есть контракты и по, как я доложил, по Министерству обороны, и по гражданской линии, и ГТЛК, и другие лизинговые компании, это в части вертолетов. А по самолетам у нас все сверстано, это с учетом тех испытаний, сертификации и программы импортозамещения Суперджета МС-21. Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет. Ну, что я, я же вам говорю, ну, давайте я вам сейчас, после законченном совещании, чем мы с вами пикироваться будем? Чего вы мне отвечаете? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Мне директора сказали, ну, чего вы в самом деле, дурака-то валите. Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Ну, нет, директора предприятия говорят, нет контрактов. А у вас все сверстано. Ну, когда будут паспорта? Когда контракты будут? Вот что надо ответить, на какие вопросы. Что касается паспорта, самолета, о которых я только что наладил, будет соответственно распространено. Проба в соответствии с вашими вопросами. Что касается других вопросов, это будет сделано в течение квартала, исходя из тех возможностей, которые сформированы бюджетом, в том числе, только в этой программе ФМС. Чтобы в течение месяца, я вас прошу, в течение месяца должно быть все сделано. Вообще-то квартал какого-то. О чем мы говорим-то? Мы не понимаем, в каких условиях мы живем. Я вас прошу, в течение месяца эту работу закончить. Ладно? Мы постараемся сделать все возможное с коллегами из экономического... Спасибо. Нет, не постарайтесь сделать все возможное, а сделайте это, пожалуйста, в течение месяца. Это нужно сделать в течение месяца, не позже. Хорошо? Есть. Вы понимаете, я почему об этом говорю? Я обратил внимание на некоторые формулировки. Вы сказали, в ближайшее время мы сделаем. Что такое в ближайшее время? Ну, должно быть четко и ясно понятно. Но я же не с потолка это беру, правильно? Но директоры предприятия говорят, нет контрактов. Ну, ладно, мы поговорим еще с вами. Мы с вами и так каждый день разговариваем, поговорим и сегодня, и завтра еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!